Продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Кагалинском шоссе. На сегодня, по словам директора департамента ЖКХ Сергея Сенника, ведутся работы по расширению дорожного полотна. На сегодняшний день работают генподрядчики, два субподрядчика. Работы ведутся согласно дорожной карты. Сейчас производится уширение дорожного полотна. Также идет укладка асфальтобетона и самого тощего бетона. Также дополнительно, параллельно с этим, ведутся работы по укладке тротуарных дорожек. Все ведется в штатном режиме. Погода пока позволяет. Продолжаются работы по благоустройству набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до Подвесного моста. После завершения археологических исследований будут продолжены строительно-монтажные работы, включая устройство наружного освещения. Затем начнется реконструкция смотровой площадки. На этой неделе археология заканчивает свои работы, даже предоставит всю документацию исполнительную. До конца недели пообещали. Также с подрядчиком мы, с МООДИН, сегодня продолжаются работы по благоустройству данной территории. На той неделе уже начали заливать первые установки для усиления и строительства лестницы. Вчера, 30 ноября, должны были завершиться аварийно-восстановительные работы многоквартирного дома по переулку Павлова, 108-84. На сегодня объект не сдан в эксплуатацию по некоторым причинам. Одна из них – срыв запуска системы отопления квартир, вторая – нехватка рабочей силы. На сегодняшний день подрядчик на данную минуту, на сегодняшний день 18 человек работает строительные. Это, конечно, недостаточно. Вот вчера у нас был жесткий разговор с руководителем данного проекта, подрядчиком. Я объяснил, что нам работать надо сейчас в две смены, добавить еще людей как минимум в два раза. Вообще надо по нашим подсчетам минимум 49-50 человек. Это что касается для того, чтобы мы вышли и срочно закончили все объемы, которые уже затянулись. Сегодня также в 11.30 у нас проводится совещание с генподрядчиком на данном объекте. Будем определяться по вопросу благоустройства данной территории. Также в телефонном режиме провел совещание непосредственно с директором компании КСИЛ, которая должна установить детскую площадку. Основа по данной площадке уже подготовлена. Асфальтобетоном уложено все. На сегодняшний день вопрос стал в том, что у них большой график занятости, и они готовы приступить не раньше, как в следующем году. Данная информация была принята к сведению главой администрации Владимиром Рощупкиным, который высказал соответствующее замечание в адрес подрядной организации. С подрядчиком эти вопросы отрабатывайте, но задача неизменная. На этой неделе любым путем завершить работы по ремонту квартир и начать заселение людей. Мы контракт с вами должны были завершить вчера, 30 ноября. Сегодня уже начинается срок, после которого идет неисполнение контракта со стороны подрядной организации. Причины и обстоятельства, которые на это повлияли, это одна история. Но люди в этой ситуации должны испытывать минимальные неудобства, поэтому вот неделя, это тот срок, который мы берем для себя, вы для себя берите, чтобы завершить полностью работу по квартирам и начать заселение людей. Также начальник департамента сообщил, что на территории города приостановлена работа по отлову безнадзорных животных. Причиной послужило расторжение контракта с подрядной организацией. По расторжению договора, довольно такая процедура долгая, пока мы с ними не расторгаемся официально, мы не можем заключить новый договор, контракт. Вот, поэтому сейчас прорабатываем вопрос нового подрядчика. Ну, давайте так, про него работаем в порядке, когда доложите, пожалуйста, на конкретные сроки, вот согласно тех процедур, которые прописаны в муниципальном контракте, когда у нас заканчивается претензионная работа, когда вы это можете расторгнуть, каким способом, через сутки, в несудебном порядке, чтобы я тоже понимал, что ситуация достаточно сложная, собак много на территории города бегать, обращений масса по этому поводу. Я понимаю, что мы связаны с вами контрактными обязательствами, но, тем не менее, должно быть элементарное понимание ситуации, когда завершаем с этим подрядчиком взаимоотношения, когда мы можем привлекать нового подрядчика, чтобы как-то надо понимать и прогнозировать те процессы, которые здесь будут происходить в ближайшем будущем. Поэтому в рабочем порядке я вас прошу на этой неделе дайте мне информацию. Людмила Улихина, Ивана Пашельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо.